Сегодня стало известно, что известный российский артист Леонид Коневский скончался в своем доме рядом с родственниками. Несмотря на десятки ролей в его фильмографии, русскоязычная публика полюбила Леонида Семеновича за его образ следователя, который может разгадать любую тайну. Эта новая амплуа не отпускала Леонида даже сегодня. Будущий актер родился в Киеве в мае 1939 года в дружной еврейской семье. Его родители были далеки от мира искусства. Отец работал инженером, а мать воспитывала двух сыновей, учившихся в школе. Решая, куда пойти учиться, Леонид сказал родителям, что намерен поступать в театральное училище в Москве. Москва не очень приветливо встретила его. Леониду не разрешили поступать из-за его акцента. Мать пыталась убедить его, чтобы он не надеялся на успех. Но по настоянию родителей он поехал попытать счастье. При последнем шансе он выиграл. Студента приняли. Его перевели в блестящее учреждение культуры на Малой Бронной. Здесь Леонид наконец-то получил то, что хотел. Интересный характер, уважение коллег и любовь зрителей. Кинокарьера Леонида началась в начале 1960-х годов. Его первый фильм «За 40 минут до рассвета», в котором он сыграл управляющего магазином, не привлек особого внимания. Затем последовало несколько эпизодических ролей, наиболее заметная из которых – роль контрабандиста в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Неудивительно, что пьеса имела огромный успех, а популярность известных главных героев и всех синдикатов среди участников привела его к успеху. В связи с популярностью проекта пришлось вернуться к процессу создания полноценного фильма в 1989 году. Он стал своеобразным продолжением знаменитого сериала и впервые стал документальным фильмом-исследованием. Сериал вышел на экраны в 2006 году и сразу же получил высокие оценки. В начале 1970-х годов актер встретил свою будущую жену, избранницей стала привлекательная женщина Анна. Личная жизнь Леонида Семеновича была счастливой, но стала еще лучше с рождением дочери Натальи в 1977 году.